Как и русский военный корабль, идущий по известному курсу, сама «Эрефия» все больше превращается в тонущий «Титаник», на котором еще продолжает играть оркестр пропагандистов, но звук становится все глуше. Во второй армии мира на фоне полученных звездюлей от ВСУ начинается повальный разброд и шатание. 300 военнослужащих осетин без приказа оставили позиции где-то в Украине и вернулись домой, в Южную Осетию. По их словам, их просто бросили умирать. Для любой армии это вопиющее неповиновение, которое должно строго караться согласно уставу. Но Россия не ведет войну, а проводит спецоперацию. Поэтому за подобный демарш военных подвергли административному наказанию, видимо побоявшись применить более серьезные меры, чтобы неповиновение не переросло в настоящий бунт. Осетины быстро собрали манатки и свинтили, как только увидели, на какую бойню их привезли. Речь идет не о каких-то головорезах-наемниках. Это российские военнослужащие 4-й гвардейской военной базы РФ. Возвращение осетинов вызвало в регионе настоящую истерику. Во-первых, потому что открылась вся подноготная войны. Во-вторых, военнослужащие осознали реальную степень заботы о них в этой войне. Они добирались домой автостопом, потому что были никому не нужны. Демарш вызвал такой резонанс, что предводитель Южной Осетии «Какой ты?» вынужден был лично выступить заявлением о том, что никто не осуждает возвращенцев и не обвиняет их в трусости. Кроме того, призвал жителей Южной Осетии сохранять спокойствие и воздержаться от протестных акций. Такое положение российских оккупационных войск в Украине уже начинает вызывать протестные настроения. А что начнется, когда станет доходить реальная информация о войне и потерях? И еще одна новость. Финансовый флагман на России Сбербанк начал вскрывать личные ячейки беглецов из процветающего государства. Это подтверждают сами россияне. Им приходит уведомление банка о том, что договор на аренду ячейки расторгается, сейф будет вскрыт, а содержимое описано с передачей на спецхранение. Не украли, а спец сохранили. Глав скрепа России разрушить и украсть. От рядового до крупнейшего банка.